Евгений, скажи, как ты относишься к хайп-файтингу, хардкор, правда, наше дело, вот к ним? Как ты думаешь, как люди себя ведут, как они относятся, как они подходят к бою, как они заканчивают бой? Что скажешь по этому поводу? Боюсь, что я буду сейчас очень эмоционально говорить, а я с недавних пор убрал матерную брань из своего лексикона. Как я отношусь к этому цирку, около боев, да, как это раньше было, ну, не раньше, а, наверное, и сейчас есть, да, около футбол. И вот это есть ситуация около бокс, когда я YouTube включаю, и вот это вылетает, какие-то скандалы. Я не знаю по именам этих людей, ну, там, что вот, это хардкор, там, где Сульянов, ну, вот это ругань. Да, я понимаю, что она вся постановочная, но ребята настолько увлечены процессом, что так не скажешь, что это установочная. Ну, что это постановка? Мне кажется, что они прямо уже в заправду, и они по правде ненавидят своего противника. Ребята, пожалуйста, спорт это немножко другое. Агрессия должна быть спортивная злость. Спортивная злость должно быть собственное достоинство и уважение к противнику. В мое время, когда мы приходили заниматься боксом, я думаю, и сейчас тренера, особенно старого формата, они учат, прежде чем приступить к спаррингу, коснитесь друг друга в знак уважения перчатками. И после того, как закончится спарринг, также коснитесь друг друга перчатками в знак уважения. А то, что делаете вы на вот этих всех хайповых местах, площадках, это, ну, все это все низко. Вы же не девочки. Это чисто мое мнение. Может, кому-то это нравится, может, кто-то это кайфует. Ну, а как, то есть, подходить людям к бою, готовиться, если им нужно пропиариться, как они привлекут внимание, если они не будут себя друг друга оскорблять? Красивой техникой и жестким нокаутом. Вот это будет самый лучший пиар. Возьмем Кудряшова. Он, вы когда-нибудь слышали, чтобы он скандалил, что? Ну, он молот, он его погонял, молот. Ага, Поветкин. Поветкин, да. Вы когда-нибудь от Поветкина, от Саши слышали какой-нибудь скандал? Нет. Почему сейчас нет Поветкина, нет Кудряшова? Ну, я имею в виду в активном. Сейчас одни скандалисты делаются. Ребята, давайте будем крутыми мужиками. Нормально.